Как догадаться построить правильный 17-угольник? Вот наш главный герой, вот это число ε17, это cos2π на 17 плюс sin2π на 17, то есть это вот число, вот оно выписано наверху, это мы, значит, что мы делаем? Круговое поле, оно называется круговым, потому что мы делим окружность на 17 равных частей. Я рассказывал уже как, кратко, по крайней мере, как извлекать корни из единицы. Вот мы извлекаем корни 17-й степени из единицы, вот делим окружность на 17 равных частей, вот это вот число как раз ε, вот единица, вот ε, вот это ε2π, ну и так далее, вот здесь будет ε в 16-й степени, оно уже ε-1, оно уже ε с чертой, если угодно, да? Вот, и вот его абсцисса, это cos2π на 17. Это cos2π на 17. Вот сейчас мы частично, ну, начнем отвечать вот на ваш вопрос, откуда там cos2π на 17, почему там степень 8, да? Вот, ну, сразу отметим вот что. Значит, вот если действительно продолжить нашу цепочку, да, продолжить нашу цепочку, вот видите, я вот эту цепочку нарисовал, знаете, я его уже писал, и вот мы присоединяем еще ε. Вот здесь очень важно, что вот это поле целиком состоит из действительных чисел, так что мы поле рациональных чисел присоединяем действительные числа. Соответственно, вот это тоже поля действительных чисел. И в принципе, я, еще раз повторю, я могу выписать просто явный элемент α, и там с помощью шпаргалки выписать элемент b. Вот, но совершенно будет неясно, откуда они взялись. Вот, значит, на самом деле ответом, да, вот как догадаться, как построить этот 17-угольник, является, ну, вот это вот включение, то есть нужно выйти в комплексную плоскость. На самом деле это, так сказать, весьма символично, да, что для построения правил 18-угольника, который находится в плоскости, да, нужно в эту плоскость выйти. Хотя на самом деле все понимают, что достаточно построить число кочность 2π на 17, которое лежит на этой прямой. Вот, еще я отмечу, что когда вот вы на последнем этапе, да, присоединяете ε, вы решаете квадратное уравнение. То есть у вас есть кочность 2π на 17, а вы получаете ε. Но на самом деле это квадратное уравнение решается абсолютно геометрически. Что это за уравнение, во-первых, да, и как это решается? Речь, конечно, идет вот на таком уравнении. Если вы посчитаете его дискриминат, то вы увидите, ну там, разделено на 4, вы увидите минус синус квадрат 2π на 17, правда же? Вот, квадрат кочность минус единица, это минус квадрат. Значит, это меньше нуля, минус синус квадрат, да? Вот, это меньше нуля, это минус квадрат, значит, как раз при извлечении корня у вас появится мнимая единица. Вот корнями этого уравнения как раз-таки являются вот эти два числа, первообразные корни в 17-й степени из единицы, точность 2π на 17, плюс минус и синус 2π на 17. И на самом деле никакой алгебры здесь стать не нужно, это квадратное уравнение решается чисто геометрически. Вот этот ваш точность, вот вы восстанавливаете перпендикуляр, и вот корни вашего уравнения. Понимаете, да, вот это уравнение. Так что вот как можно построить этот правильный 17-ти угольник. Вот, но нам надо только понять, как вот это число получить, да? Вот, собственно, здесь, так сказать, гениальное открытие Гаусса. Вот, вот вопрос, как для него догадаться. И первый вопрос, раз уж мы хотим строить вот эту цепочку, мы должны с вами понять, как найти число альфа. Как найти число альфа. То есть вот первый этаж, это просто какой-то квадратный радикал. Это корень какого-то квадратного уравнения. Вот, как его найти? Вот, вот это, собственно, самое главное, что я хочу рассказать. Значит, вот как это можно сделать. Для этого надо использовать нашу теорему о сопряженном. Значит, смотрите. Всякий элемент нашего поля квадэпсилон, какой имеет вид? Ну, имеет, конечно, вот такой вид. Это некоторая линейная комбинация этих самых степеней эксилон. А0 плюс А1 эксилон плюс А2 эксилон квадрат плюс и так далее. И тут важно понимать, где остановиться. Ну, вот я написал здесь на слайде, да, где надо остановиться. Вот. Минимальным многочленом числа эксилон является вот так называемый круговой многочлен, да? Ну, вообще, эксилон является, конечно, корнем двухчлена х17-1. Правда, это корень 17 степени из единицы. Но все понимают, что х17-1 не может быть минимальным многочленом, потому что он делится на х-1. То есть х-1 нам нужно точно убрать. Вот мы на него делим. Вот. Но интрига остается, да? Мы не понимаем, вот этот многочленом, геометрическая прогрессия, да? Все понимают, что если разделить, получится вот именно это, да? Значит, вот будет ли этот многочлен неприводимым над полем Q? Или можно его еще дальше разложить? Ну, вот на самом деле это несложно показать, что этот многочлен не приводим над Q. Это можно сделать с помощью так называемого признака Эйзенштейна. Но я подозреваю все-таки, что его не все знают. И если я сейчас начну отвлекаться и рассказывать, то это нас уведет в сторону. Вот. Поэтому можете посмотреть, как доказывается неприводимость любого кругового многочлена Fpx для любого простого P. Любого простого P, да? Значит, вот. Это многочлен не приводим над полем Q. Ну, на самом деле, все круговые многочлены неприводимы, они, ну, что такое, так сказать, в общем случае круговой многочлен, это не вот такая формула, да, там другая. Вот. Круговой многочлен вообще называется многочлен, у которого порни, это точно первообразный порни в соответствующей степени из единицы. Но для простого случая, в случае простого показателя, первообразными являются все отличные от единицы. Вот. И вот неприводимы с такого многочлена можно доказать относительно элементарными методами, но вот в это я предлагаю сейчас поверить. Вот. Наш сеттоп многочлен неприводим, стало, как он является минимальным, и поэтому вот наше число имеет степень, Рот Q имеет степень 16, его 16 сопряженных. Вот сопряженные к числу ε, это как раз таки все отличные от единицы в корне 17 степени из единицы. То есть вот единицу мы убираем, а вот эти вот все остальные являются как раз таки сопряженными кепсилами. Поэтому вот мы и должны взять до 15 степени здесь, да? Вот. Помните, в соответствии с предыдущей теоремой о том, как устроено, устроено, значит, как устроено простое расширение, да, вот оно, видите? Если α это число, у которого минимальный многочлен имеет степень n, то вот как устроено поле Q от α, да? Надо брать вот такие линейные комбинации вплоть до n минус первой степени включительно. Сейчас у нас n равно 16. n равно 16, поэтому мы берем вот такие вот, согласны? Вот. Вот такие вот α. Вот такое α берем. Вот. Значит, вот это как записывается число α. Вот. Видно, да? Вот. И теперь воспользуемся нашей теоремой о том, как выглядит сопряженный к этому числу α. Сопряженный к этому числу. Мы помним, как выглядит, да? Надо вместо ε подставлять сопряженный с ε, правда? Вот. А сопряженный с ε, вот мы знаем, что это такое. Это все степени ε. Вот давайте вместо ε подставим ε квадрат. Так, ну вот α1 я просто выписал это то же самое, что α, правда? α1 это α. А теперь я вместо ε подставляю ε квадрат. Ну, видно, что получается, да? Здесь ε квадрат, здесь уже ε квадрат, то есть степени все время удваиваются, да? Здесь будет ε в 30. Вот. Ну и так далее. Значит, вот мы выписываем все. Значит, подставляем дальше вместо ε ε квадрат. Так. Вот, получаются все степени, значит, теперь мы должны увеличить втрое. Ну и так далее. Вот α16. α16. Вот выписаны все 16 степеней, все 16 сопряженных с α, правда? Вот. То есть последовательно вместо ε надо в α1 подставлять все степени ε. Вот, получаются сопряженные. Вот. Теперь возникает вопрос. q от α это вот квадратичное расширение поля q, правда? То есть на самом деле сопряженных, сколько должно быть сопряженных у числа α? Сколько вот в этом списке должно быть разных сопряженных чисел? Ну вообще их 16 выписано. А сколько их должно быть разных? Да, их должно быть всего 2. А их 16, а должно быть 2. Как быть? Как быть? ε16 это единица. ε17 это единица. Поэтому можно вычесть несколько 14-17 из-за 30-ых. А, это да, это легко. Да, это правда. Все эти степени можно, конечно, отредуцировать, но все равно, вот, выписано 16 чисел, а должно быть 2. Но в чем дело? Я на это обращал уже внимание, да, что среди вот тех элементов, да, сопряженных, там могут быть повторы, правда? Ну вот, значит, они должны быть здесь. Вы согласны? Здесь на самом деле должно быть 2 разных числа. Вот. Это значит, что мы должны как-то начать приравнивать друг к другу и получать какие-то соотношения. Вот. На коэффициентах. Но беда в том, что приравнять здесь какие-то 2 числа совершенно не представляется возможным, правда же? Ну вот попробуйте приравнять альфа-1 и альфа-2. Значит, вы, конечно, используете, что у вас есть базис, это 1, ε, там и так далее, ε15, да, то есть вот разложение по базису, как вы совершенно верно заметили, можно здесь коэффициенты отредукцировать, то есть ε30 можно, в частности, на что заметить? На ε13, да. Ну и так далее. То есть здесь действительно будут, можно, да, там, правда, знаете, будет еще какая трудность? Там будет, где-то здесь будет ε16, правда? Вот под ε8 степень будет ε16, а ε16 здесь вообще нет. Но это неудивительно, потому что ε16, это что такое? Это последний корень, да, из единицы, то есть он равен минус сумме всех остальных корней, да? Сумма всех корней из единиц равна нулю, поэтому ε16 это минус сумма всех остальных корней. Поэтому здесь будет вообще написано что-то совершенно жуткое и совершенно невообразимое, и с этим невозможно будет никак работать, потому что если вы распишите еще раз вот все это через базис исходный, 1 ε на ε2 и так далее, то получится совершенно какие-то дикие выражения и приравнивать их будет совершенно нереально. Вот. Но это означает, что надо сменить базис на самом-то деле. Это означает, что надо сменить базис. Базис в 16 мерном пространстве сколько угодно, но во всех у них 16 элементов. Значит, первое, что можно сделать, это, конечно, надо избавиться вот от этой дурации, единицы и заменить единицу на ε16, правда? То есть, ну, понятно, что если мы все базисные элементы умножим на ε, то базис перейдет в базис. Значит, итак, первое, что мы делаем, мы переходим от базиса 1 ε и так далее, ε15, это вот плохой базис. Мы переходим к несколько более удобных. Вот, ε, ε2, 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 ε2 и так далее, ε16. Согласны, что когда мы будем эти выражения развалить в степени, да? Вот, возвожу в квадрат, отлично, да? Возвожу в куб. Значит, соответственно, уже полегче, правда? Уже полегче, по крайней мере, не надо ничего там перераскладывать. То есть, здесь выписаны все степени ε, те же самые, просто немножко в другом порядке, да? Они, как сказать, перемешаны. Значит, действительно, можно начать редуцировать, сводить все вот к этим, к ε, тогда и ε16. Но они оказываются перемешаны. То есть, вот ε2 здесь, вот ε2 здесь, вот ε4 здесь, вот оно здесь, да? То есть, опять, как видите, приравнивать очень неудобно. Очень неудобно. Значит, нужно все-таки сделать что-то принципиально другое. И вот гениальное открытие Гаусса состояло в том, что, ну, хотя, строго говоря, я не знаю, как сам Гаусс догадался из своих периодов. Я не знаю, проводил в точности вот такое рассуждение. Вот, но так или иначе, он догадался, что надо вот эти ε переставить. Вот, переставить. В каком порядке? А вот в каком. Вот смотрите, обратите внимание, что здесь степени ε идут в какой прогрессии? Вот что вы можете сказать вот про эти числа? Какую последовательность они образуют? Как она называется? Арифметическая. Да, арифметическая прогрессия, да. А вот давайте мы их расположим в геометрическую прогрессию. Разводить квадрат. Так? То есть ε, ε квадрат, ε четвертый. То есть вот куча показателей теперь образует геометрическую прогрессию. Вот. Ну, это будет гораздо удобнее. Сейчас вы увидите, почему. Только давайте сразу поймем, вот можно ли вот так выписывать, и выпишем ли мы тогда все степени ε, не нулевые. Вы знаете, что нет, да? Почему? Зациклиться. Когда мы зациклимся? Ну, от 16 мы перейдем в единицу. Да, значит, вот мы уже, так, ну не сразу, да. Значит, ε в 16 это еще нормально, да. Когда мы получим ε? ε в 2. Нет. Нет, зациклим. На следующем? Нет, не на следующем. Значит, 2 в 5 все-таки это, значит, это еще не то. Значит, это же не ε. Вот. Значит, и так раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Значит, ε в 64, ε в 128, ε в 256, вот, наверное, где-то здесь, да. Значит, то есть вопрос на самом деле вот какой. Единица, двойка, четверка, восьмерка и так далее. Вот если мы эти числа рассматриваем по модулю 17, то получим ли мы все ненулевые вычеты по модулю 17? Нас неминалево интересуют, нас показатели интересуют по модулю 17, потому что ε в 17 степени это единица, правда? Вот. Так вот, возникает вопрос, когда мы впервые получим единицу по модулю 17, в какую степень надо возвести для этого ε, да? Значит, вот такой вопрос. Ну, смотрите, 2 в 4 это 16, так? То есть это по модулю 17 минус единица, согласны? А что это означает? Ну, это означает, что в квадрате это уже единица, правда? 2 в 8 это уже единица по модулю 17. То есть это вот 256, видите, я выписал всего 8 штук, да? И, то есть я выписал, ну, я выписал ровно 8 раз, потому что это в точной точке сети ε. Еще раз, 256 по модулю 17 это единица, я вот это сравнение возвел в квадрат, правда? Вот, это означает, что ε в 256 это единица. Ребята, проще говоря, 255 разделить на 17. Да. Сколько у вас будет? У вас, короче, целое число. 255 делится на 17, но это ясно вот из этого сравнения, на самом деле, да? Если вы владеете сравнениями. Вот, короче говоря, это просто означает, что 2 не является первообразным корнем по модулю 17, да? Мы не угадали с первообразным корнем. Так, а какое число является первообразным по модулю 17? Ну, если не 2, то следующий кандидат 3. Ну, вот тройка, давайте проверим. 3 в 4, 81, да? То есть это 85 делится на 17, значит, это минус 4, да? По модулю 17, правда? А это значит, ну, все, все хорошо. То есть 3 в 8 как раз таки дает в квадрате, то есть 16, это минус 1. Вот. И это равно то, что нам нужно. 3 в 16, оно всегда дает единицу, да? То есть 3 в 16, всегда. Это малотеринферма. То есть интрига была в том, дает ли 3 в 8 единицу, да? Вот 2 в 8 дало единицу, это плохо. А вот 3 в 8 не дает. Все, значит, с тройкой все хорошо. Итак, мы теперь будем наши степени ε располагать вот по степеням тройки показателя. Вот сменим базис. Вот на этот вопрос мы с вами уже ответили, да, что это не подойдет. А первообразный корень вот по модулю 17, это 3. Вот видите, Z17 со звездочкой, так обозначается множество, ну или точнее группа всех ненулевых вычетов по модулю 17. То есть вот здесь в первой строчке выписаны на самом деле все ненулевые вычеты, все ненулевые остатки по модулю 17. Вот. Это вот ровно то, что я показал, да? 3 в 16 это уже единица, да? Она зацикливается как раз с нужным циклом. Вот. Это означает, что все степени ε, да, от ε до ε 16, вот можно вот так переписать. Показатели можно записывать не 1, 2, 3, 16, а 1, 3, 3 в квадрате и так далее, 3 в 15. Вот мы просто возьмем и перенумеруем базисные элементы. То есть мы возьмем тот же самый базис, но вот важно, что в другом порядке. Вот. И вот теперь давайте запишем α, наше число, у которого должно быть два сопряженных, да? Вот. Вторая попытка. Будем расписывать по, значит, вот по этому базису. Вот. Итак, вот мы записали α. Вот по этому базису. А, А0 ε, А1 ε в кубе и так далее, да? Вот видите? А15 ε, 3 в 15, значит, все коэффициенты рациональные. И вот теперь посмотрите, ключевая идея, как выписываются сопряженные. Они выписываются уже очень легко. То есть выписывались они и раньше легко, но теперь мы, по крайней мере, понимаем, как их приравнивать друг к другу. Вот, значит, смотрите, что будет, если вместо ε подставить ε в кубе? Ну, понятно, будет ε в кубе. А что будет с ε в кубе, если мы вместо ε подставим ε в кубе? ε в кубе и еще раз в кубе. Но это будет ε в степени 3 в квадрате, правда? Дальше ε в 3 в квадрате. Если мы сюда подставим вместо ε в кубе, значит, да, получится что? В кубе еще в 3 в квадрате. Значит, это будет 3 в кубе. Ну и так далее. То есть видно, да, что происходит? Вот эта строчка, она просто циклически сдвигается на единицу, согласны? Вот, видите, сдвинули вот это вот все налево, да? Это перешло сюда, это перешло сюда и так далее. Ну, а конец, естественно, вот, начало перешло в конец, да? То есть это сдвигно по циклу на единицу. Ну и так будет, так сказать, и так далее, да? То есть мы просто берем ε в кубе и сдвигаем на единицу, согласны? Вот, теперь одно удовольствие их приравнивать. Ну, например, давайте приравняем α0 и α1. Я еще начал нумерацию с нуля, да, чтобы как раз таки вот этот нолик на соответствовал тому, что здесь 3 в нулевой степени, да? Вот эта единица, соответственно, что здесь 3 в первой степени. Двойка это 3 в квадрате, да? То есть вот вообще в математике очень, так сказать, стоит, так, щепетильно относиться к выбору обозначений, чтобы, так сказать, особенно, когда у вас много индексов, вот привыкайте к тому, что хорошо, чтобы они были, так сказать, согласованы, чтобы, так сказать, не было каких-то возможных ошибок там на плюс-минус 1, вам уже будет проще. Вот, значит, вот давайте приравняем α0 и α1. Ну, вы видите, да, что надо сделать. Надо, знаешь, как вообще это делается? Когда у нас есть два разложения по фазису, то раз они равны, значит, надо просто приравнять коэффициенты при одинаковых базисных метрах, да, как в геометрии. Вот точно так же и здесь. Значит, приравниваем коэффициенты при ε. Вот ε здесь коэффициент А0, а здесь еще, да, ε, вот, а15 коэффициентов, да, значит, А0 должен равняться А15. Затем ε в кубе. А здесь А1, да, прежде чем в кубе, а здесь А0. Видите, получается такая цепочка. А0 должно равняться А15 с одной стороны и А1 с другой стороны. Ну и тогда, естественно, да, 3 в квадрате, значит, вот здесь А1, здесь А2, значит. Вот получается такая смейка, да, и ясно, что все коэффициенты вообще должны быть равны друг другу, согласны? Все Аиты должны быть равны друг другу. Но это означает, что этот общий коэффициент А0, А1 и так далее, его можно вынести за скобку. В скобках останется сумма ε, которая чему равна? Нет, тут нет единицы. Минус единицы, да, как раз таки. Это сумма всех корней 17 степени из единицы, но кроме самой единицы. Значит, их сумма действительно равна минус единицы. Но это означает, что у вас А0 просто равно рациональному числу, согласны? Вот, так что А0 равно А1 только тогда, когда это число рациональное. Вот. Теперь давайте, да, ну тогда здесь просто выписано много раз, 16 раз, выписано одно и то же рациональное число, правда. Теперь давайте приравняем А0 на А2. Ну что здесь будет? Ну здесь вы видите, что идет сдвиг на 2, правда? По циклу. Количество слагаемых 16, вы сдвигаетесь на 2, и поэтому приравнивание приводит у вас уже к двум цепочкам, которые не пересекаются, согласны? Получаются две цепочки коэффициентов. Это все очень удобно рисовать на круге. Вот на этой вот картинке слева, давайте посмотрим крупно, вот на эту картинку слева. Что здесь выписано, что здесь нарисовано? Здесь выписаны как раз по кругу вот эти экстренные базисные элементы. Вот, вот они как раз вот с игрой идут. И это 16-угольник, правильный, правильный 16-угольник. И вершины здесь раскрашены через одну, правда? Почему они раскрашены через одну? А как раз потому, что коэффициенты при одинаково раскрашенных вершинах должны быть равны, точно так же, мы аналогично получаем. Коэффициенты должны быть равны при ε, ε3 в квадрате, ε3 в четвертый, да, вот, и так далее. Вот, значит, ну и вот, ну и соответственно, при четных, при нечетных вершинах этого правильного 16-угольника вершины, значит, коэффициенты должны быть равны. Вот, ну вот это как раз то, что называется периоды Гаусса. Периоды Гаусса, так он назвал свои суммы. Вот, θ0 и θ1, вот они обозначены вот этими кружочками, θ0 это просто сумма всех степеней эксела, которые находятся в черных вершинах. А θ1 это сумма остальных, в первых вершинах. Это примеры как раз тех самых чисел, которые имеют степень 2. Это, на самом деле, квадратичная рациональность. Вот, значит, они имеют степень 2. И это вы легко можете увидеть еще раз на слайдах. На предыдущем давайте еще раз посмотрим на эти сопряженные и представим себе, что вот коэффициенты идут через 1. То есть представим себе, что α0 это просто сумма ε, ε3 в квадрате и так далее. То есть тройка позволится только в четную степень. Только в четную степень, да? Вот что тогда будет? Вот представьте себе, что в первой строчке никаких нечетных показателей этих аитов вообще нет. А не нули. А все А0, А2 и так далее, да? То есть, да, равны единицы. Ну тогда вы согласны, что α0 и α2 это одно и то же, да? И α4 и так далее. А α1 и так далее, α15 это тоже одно и то же. Но просто это другое число, да? Согласны, да? То есть у вас получается в первой строчке θ0, потом θ1, потом снова θ0, θ1 и так далее. Согласны? Вот. Ну, соответственно, точно так же будет, так сказать, когда вы приравниваете уже с шагом 4. Здесь вот эта картинка. Вот. Здесь уже в правильный 16-угольник вписаны не два восьмиугольника, как на левой картинке, а мы каждый из этих двух восьмиугольников еще разбили на два вписанных квадрата. И вот здесь уже 4 типа сопряженных, да? 4 типа числа. Значит, ну мы просто приравниваем коэффициенты с шагом 4, да? Вот периоды Гаусса, это опять-таки такие канонические как бы элементы, у которых, значит, вот какие-то 4 коэффициента равны единице, так? А остальные равны нулю. Вот мы берем такой элемент, начинаем его сдвигать по циклу и получаем вот из одного квадрата 4. Понятно, да? Вот. Понятно, что происходит вот с этими периодами Гаусса, да? Да, θ0 и θ1. Они просто распадаются на два. Вот видите, θ0, да, это то, что здесь мы черные вершины на левой картинке, да? Они распадаются на, так сказать, где-то черные многоугольники распадаются на два черных квадрата, да? То есть с алгебраической точки зрения θ0 это была сумма восьми слагаемых, и мы в этих восьми слагаемых берем каждое второе. Получается θ0,0 и θ0,1. Вот такое вот почкование, да? Ну и вот, значит, окончательный критерий, давайте его сформулируем в виде такой вот теоремы. Это сразу, значит, следует из всего сказанного. Номеровать можно не только целыми числами, но когда у вас происходит зацикливание, удобно считать, что это вычеты. Когда мы можем полностью описать картину, какие вообще могут быть варианты? Вот имеет место одна из трех возможностей. Одна из, скольких там, пяти, да, наверное, возможностей. Нет, четырех возможностей, конечно, да? А, нет, все-таки пяти возможностей, но одна тут не выписана, две тривиальные есть. Первая тривиальная возможность это α0 равно α1, это мы поняли, да? Число рациональное, все коэффициенты равны. Вторая возможность, когда α0 равно α2, с шагом 2 происходит зацикливание, это приводит к равенству, к двум цепочкам равных коэффициентов, да? С шагом 2. Вот, это значит, что степень числа α, ну, степень числа α, это просто степень минимального многочленя. Это то же самое, что количество сопряженных у α. Вот, значит, вот здесь получается два сопряженных, здесь получается уже четыре сопряженных, да? Ну, это один, два или четыре. Ну, я подчеркиваю, что понятно, что каждый следующий, каждый следующий случай, он поглощает предыдущий, правда? То есть, если α0 равно α2, никто не запрещает, чтобы α0 еще равнялась α1. Так что здесь у нас происходят такие вложенные матрешки. α0 равно α4, значит, четыре. Это значит степень α. Это одно из 1, 2 или 4. Вот, ну, и вот α0 равно α8. Вот на этот случай я хочу отдельно обратить внимание. Это значит, что у нас 8 коэффициентов, да? Вот они разбиваются на пару. На самом деле, вот давайте посмотрим, что это значит. α0, α8, α4, α12 и так далее. Вот на этих картинках что это означает? Вот посмотрим на этот многоугольник, да? Вот на самом деле это просто означает, что коэффициенты при противоположных, диаметрами противоположных вершинах равны. Так? То есть, вот у нас были квадраты, да? И дальше, если мы будем каждый квадрат расщеплять еще на 2, то у нас просто порушатся 2 диаметра, правильно? То есть, следующая картинка, которая могла бы быть нарисована, это просто 16-угольник с 8 диаметрами. И вот как раз ε и ε3 в 8 это не что иное, как что? Как пара комплексно-сопряженных чисел, согласны? Почему? Ну вот обратите внимание, что здесь стоит в диаметре равна, на пороженном конца. 3 в 8, как еще написано на доске, да? Это минус единица просто по модулю 17. Так и должно быть. Значит, это просто написано ε-1, так? То есть, это сопряженное число. И то, что здесь 2, то, что коэффициенты при них одинаковые, это просто означает, что вы можете этот коэффициент вынести за скобку, у вас в скобках останется ε плюс ε-1, а это, что иное, как удвоенный косинус, да? Если вы сложите ε и ε-1, так? Вот, и вы как раз получите вот эту удвоенную абсциссу, удвоенный косинус 2,2 на 17. Вот. И при других диаметрах будет то же самое, просто там будет какой-то другой косинус, но видно, что противоположная вершина получается как? умножением вот здесь вот на 3 восьмой, так? А 3 восьмой минус единица. То есть, это просто взятие минус 1. Все противоположные вершины здесь взаимно обратные. Все степени ε соответствующие взаимно обратные, так что их сумма – это удвоенный косинус, то есть это действительное число. Значит, вот это итоговая теорема, и вот эта вот таблица, важная таблица – это периоды Гаусса. В первой строчке здесь выписана сумма всех вообще ε, кроме единицы. То есть, это вот сумма всех, ко мне – это минус единица. Дальше, что произошло на первом этапе? Мы разделили, да, вот здесь вот ε в третьей в четных степенях, да, а здесь ε в третьей в нечетных степенях. То есть мы взяли каждый второй слагаемый в этой сумме. Вот. Затем из каждого из этих периодов ТЭТа 0, ТЭТа 1 сделали то же самое. Мы опять взяли каждое второе слагаемое. То есть сюда вошли первый, третий и так далее, да, вот видите, вот они. А здесь, а сюда ваши все остальные, то есть как раз в расческе. Вот, и так далее. То есть у нас каждый период на каждом шаге делится на два. И так вот мы доходим до самого конца. Вот здесь я написал на следующем этапе, то, что я сейчас только что говорил, получаются косинусы, да, вот сумма вот этих двух, это удвоенный косинус. Вот у меня тут это ниже как раз написано. Сейчас я чуть-чуть подниму, это будет видно. То есть вот она наша башня, вот она наша башня полей, да. К0 – это поле рациональных чисел в точности, в точности рациональные числа. Вот, дальше вот расширение степени 2k1, это вот q от альфа. Альфа мы как раз ищем, и в качестве альфа можно взять вот это число тетто 0. Вот оно. Или тетто 1 с равным успехом, это не важно. Вот, дальше вот идет k2 и так далее. И вот k3 на самом деле – это не что иное, как q, к которому присоединили косинус 2пи на 17. Вот, косинус 2пи на 17. Значит, а k4 последний – это, собственно, вот уже q с присоединенным, но абсолютно любым эпизодом, это не важно. Вот, так что вот в три шага можно построить правильный 17-уголь. Вот это вот, собственно, содержательная часть лекции, то есть я показал, как, ну, как можно до этого догадаться, как можно догадаться вот до этого числа, ну, тетто 0, да, вот как гамус пришел, видимо, к своим периодам. Вот почему надо упорядочивать именно так, корни 17 степени из единицы. Вот для этого, как видите, достаточно просто немножко знать теорию алгебраических чисел, ну, самую малость. То есть это все, еще раз, когда вы будете на первом курсе учиться, вам это все будет абсолютно очевидно. А сейчас это просто хорошая такая техника работы с многочленами и комплексными числами. С помощью теории ГРУА действительно объяснить очень легко построение правильного 17-угольника вот этой цепочки под полей, да, которая выписана, да, ей действительно, ее можно просто естественным образом получить из некой цепочки подгрупп, некоторой циклической группы. То есть это объект, который существенно более простой, это просто конечный объект. Это вот великое открытие ГРУА. Вам об этом, я думаю, уже рассказывал, и еще, может быть, расскажет подробнее Александр Васильевич на своих лекциях. Ну вот ГАУС, собственно, поручил, можно сказать, соответствие ГРУА в частном случае. По крайней мере, ГРУА, исследуя его работы, понял, что в ней есть общие некие закономерности, и распространил в случае произвольной циклической группы, значит, на случай, ну, на самом деле, на произвольную группу, ввел понятие группы, разрешимой группы, и решил вопрос, значит, проблему разрешимости уравнений в радикалах. Освоить теорию ГРУА даже на начальном уровне это огромный подвиг, вот, хотя ГРУА вот примерно в вашем возрасте ее открыл, когда еще не было высшим. Ну, ГРУА был, так сказать, великим математиком, вот, к сожалению, он рано умер, его открытие сразу даже, их не сразу поняли, в преддверии, так сказать, этой теории ГРУА было вот это открытие ГАУСа. Вот, ну, теперь, собственно, как, собственно, вычислительная часть, да, но после того, как мы уже поняли, что такое Т0, да, Т1, то уже, в общем, не возникает особых трудностей, то есть это уже чисто вычислительные трудности. Они, кстати, тоже очень интересны. Итак, вот Т0, Т0, очень часто вы просто, вот, если будете читать литературу по этому поводу, значит, вы найдете вот сразу вот эти периоды ГАУСа, вот, но вот как до них догадаться, рассказывается не всегда, даже не с помощью, может быть, теории ГРУА. Вот, но вот еще раз, с помощью только алгебраических чисел до этого можно просто дойти, выписать сопряженные и просто начать их приравнивать. Но все равно, значит, главное открытие ГАУСа остается, так сказать, здесь, да, надо правильно пронумеровать корни. На самом деле, подробнее вы можете посмотреть книгу, так сказать, арифметические исследования ГАУСа, это первый его огромный труд. Он очень много переоткрыл, что сделали до него фирма Эйлер, многое доказал, в первую очередь, знаменитый квадратичный закон взаимности, который был известен до него, но, как известно, известен без доказательств. Вот он первый доказал аккуратно этот закон.